Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас пустые баночки, май закончился. Как всегда, начинаем с хорошего. Хорошего, как всегда, много и сильно больше, чем плохого. И в этот раз у нас снова плохих баночек, всего 5 штук. В следующем видео посмотрите. Так, всё, давайте, как всегда, начинаем. С чего, да, можно начать? Фаберлик. Мне кажется, это просто не кончится никогда, вот абсолютно. А, обожаю, люблю средства для мытья посуды с грейпфрутом, либо с яблочком. Мои самые любимые, самые-самые-самые. Если ещё не заказывали, закажите, я прям просто прошу, попробуйте. Очень классное средство. Так, ну, стандартно, ватные диски, коттей. Не самые любимые, просто, ну, нормальные, как бы, окей. Так, 4 пачки влажных салфеток. Две, это у нас Day Spa из улыбки Radugin. Тоже регулярно их беру, если улыбка, как бы, где-то рядом, да, оказывается, я забегаю, беру. Тоже использую, когда крашусь. Да, вот в поездке тут использовала тоже, в дороге, то есть всё очень удобно. И стандартный LP Care из подружки. Тоже отличные салфетки, всё круто смывают, помогают в макияже, всё здорово. И тоже малышка LP Care, вот такая тигра, тут 8 штучек, это маленькую, типа, ну, в клатч положите, тоже в дорожный вариант. Но они такие же хорошие, как и эти, то есть они отлично очищают, всё, как бы, здорово. Претензий нет. Сразу 4 маски покажу тоже, значит. Одну я вам показывала, это белорусская у нас, господи, белита. Нет, витекс. Витекс, в общем, белорусская косметика. Показывала вам в обзоре, да, что про белорусскую косметику. Это у нас, значит, да, это витекс серия Selfie Mix. Здесь получается такой мультимаскинг, то есть вокруг глаз и отдельно на лицо. Рассказывала уже про неё, то есть здесь много, здесь это на два раза. Соответственно, для глаз тут, мне кажется, и на три можно было растянуть, но ладно. Супер увлажняет. Кто у меня сухонький, девчонки, обращайте внимание, потому что реально продукт классный, продукт бюджетный. И у меня тут предстоит поездка в Минск, и я думаю, что я притащу что-нибудь ещё оттуда, потому что там это всё дешевле, чем у нас. Хотя, то есть и у нас это не сильно дорого, а там ещё дешевле. Так что надо будет прикупиться. То есть, девчонки, обращаем внимание. Вот, если ещё не видели тот видос про белорусскую косметику, посмотрите, потому что прям реально всё бюджетненько, всё классно и всё работает. То есть, вот это конкретно советую, кто у меня сухонький, это вот ваша история. Дальше. Тоже, это скорее, наверное, для, опять же, сухокожиков моих. Это у нас аптечная версия, да, Numi's Med. Я не помню, по-моему, мне её дали в подарок за какой-то заказ в аптеке, ну, что-то такое. Здесь две штучки. То есть, она очищающая, как бы как глиняная, но с мочевиной. И это вот как раз та история, когда если вы хотите экстра очистить своё лицо, но при этом не пересушить, то есть, чтобы она не застыла в труху, да, то есть, и это вот оно. И для сухокожиков это прям супер маска. То есть, я даже не ожидала, на самом деле, что так понравится. То есть, я это специально протестировала чуть-чуть на себе и на, как бы, подруге, которая сухая-сухая у меня. И прям реально вообще не засушила, но при этом очень круто очистила. Поэтому, девчонки, обращаем внимание. То есть, если любите вот такие маски, чтобы они не засыхали в труху, это вот вам сюда. Так, ещё тканевая маска одна у нас корейская. Я это не выговорю. Джей Джун косметик, наверное, не знаю. В общем, вот такая корейская масочка. Очень мне понравилась. Я даже не знаю, на самом деле, откуда она у меня. То есть, я её не покупала. Тори в боксе, может, в каком-то была. В общем, отличная маска. То есть, она какая-то вот, это перед макияжем, какой-то тонус. То есть, здесь, я не знаю, видимо, водоросли, может быть, какие-то. Но факт, что они пишут с экстрактом. И ерихонской розы восстанавливающая с гиалуронкой. Но розой она не пахнет, потому что я бы тут уже обпищалась и обнылась, что она воняет. Но здесь нет никакого запаха вообще, ну, как бы розового, так точно. Пахнет какой-то, ну, свежестью, какой-то травой морской даже. Я не знаю, ну, то есть, как бы, ну, тут явно это не запах розы вообще ни разу. Вот. Но факт, что маска крутая, рабочая перед макияжем, прям супер вещь просто. Мне очень понравилась. Дальше. Это у нас, по-моему, из какого-то адвента. Это у нас бренд Родиал, Pink Diamond. Это у нас тоже была масочка. Какая она крутая. Она именно не тканевая была, она была, ну, как, типа, гидрогелевая. И она идеально просто легла на лицо. То есть, это идеальная лекала. И, да, это дороже, чем мы привыкли там, чем, условно, даже вот такие маски. Но вот это, это прям песня. Я там, да, когда у меня был день рождения, я в поездке вот как раз вот это взяла, использовала. И это прям вот тоже, опять же, перед макияжем. И лицо все такое собрано. И вот, ну, она, поэтому, наверное, и называется лифтинг, как бы. Реально. То есть, а, маска-визаж, да, гиалуронка, грейпфрут и гидролизованный протеин. Очень круто. Но и лекала меня покорила просто. То есть, она идеальна, при этом она тоненькая достаточно. То есть, и она вот прям вот все вот-вот просто идеально облегает. Супер вещь. Ну, к сожалению, родиал, да, это Британия. Заказать пока не имеется возможности никакой. То есть, ну, если через посредников только, я не знаю. Вот. Но факт пока так. Ну, девчонки, запоминаем. Если все-таки нам откроют снова доступ, да, на типа Look Fantastic и Filunic, надо прям заказать. Дальше. То, что тоже моя любовь, тоже я вам показывала. И в последних покупках по-йотовских, да, в золотом яблоке я вам показывала то, что я купила. Тоник, это, как они это называют, тоник-эксфилиант, усиливающий сияние. Вот. Ой, с этой, господи, с экстрактами малины. Пахнет приятно. Балдежный тоник. Тоже этот брала по акции. 400 миликов. Сейчас было дешевле взять 200. Выгоднее. Вот. Ну, я уж не стала два брать. Думаю, ладно. Вот. Балдежный тоник. Хватает на долго экономичный расход. Мега удобная упаковка. В маленькой упаковке она такая же тоже помпа. Все супер. Вообще ноль претензий просто. Балдеж за свою цену. Вот если тем более брать по скидке, он просто отрабатывает каждую копейку и поет вообще. То есть уход. Ну, вот я когда-то там несколько лет назад тоже активно пользовалась. То есть и умывалками, и тоником как раз супер. Девчонки, прям обращайте внимание. То есть причем вот эта версия, именно тоник, да, эксфилиант, который у них, он нравится. Вот я смотрю, что у меня. То есть и сухокожиком нравится, и таким, как я, нравится. И с жирной кожей нравится. У меня мама его тоже попробовала. То есть, в общем, прям песня. Дальше в тему тоников. Тоже из британского бокса какого-то мне попался. Это у нас бренд Веган by Happy Skin. Типа оригинал скин эссенс тонер. Ромашка, календола, сок алоэ вера. Он не бюджетный. То есть я не помню точно, сколько он стоил. Мне кажется, тысяча полторы вот за такой объем. То есть здесь сто, сто по-моему, миллилитров. Да. Это просто базовый тоник. То есть сказать, что... То есть у него минимальная душка какая-то, но сказать, что это прям супер вещь какая-то, я не могу. То есть, ну, условно, да, что если нельзя будет купить по-йотовский тоник, я расстроюсь больше, чем если... Ну, вот это уже нельзя купить, это тоже Британия, да. Я расстроюсь, соответственно, больше. То есть здесь просто база. То есть я не могу сказать, что он там стоит этих денег. Просто хороший тоник и все. Опять продолжаем историю с Британией. Молтон Браун, очередной гель для душа, тоже из Адвента. Это у нас Ревень и Роза. Опять же, здесь, слава богу, Ревень преобладает. Он перекрывает Розу практически полностью. То есть очень интересный запах. И вообще у Молтон Браун пушечные ароматы. То есть на любой вкус. То есть если вы не хотите там стандартную морскую свежесть или цитрус, да, то есть вот и Молтон Браун, и есть денежка, да. Но опять же, сейчас где купить, хрен его знает, да. Потому что, опять же, все это Британия, там лукфантастика, все дела, не знаю. Вот, но надеемся и верим, что все-таки можно будет покупать. Продолжаем тему Британии. Волосы. Сразу три штуки покажу вам скрабик. Это у нас Кристоф Робин. Очищающий скраб с морской солью, да, для кожи головы. Супер вещь. Ой, чуть-чуть посыпалось. Ну вот, как бы такая была консистенция. Я каплюшечку оставила. Очень легкий аромат. Такой достаточно свежий, да, какой-то морской. Кто у меня укладывается, да, активно, укладочные средства, лаки, пенки, муссы, все вот это гели, да. Вот периодически вот такими штуками, конечно, надо пользоваться, потому что оно прям очень круто освежает. Очень круто очищает, освежает. И вообще прям супер-супер вещь. И опять, это нельзя купить. И стоит, даже если купить, это будет стоить очень-очень дорого. И, в общем, это просто печаль и все. Расстройство. Дальше, следующее тоже из Адвента. Это у нас бренд Лазертиг, видимо. Восстанавливающая маска с кератином. Здесь я не скажу, что тут прям... Ну, что это вот прям экстра какая-то маска, потому что в сравнении, например, вот с этой, здесь вот у меня тоже, да, из Адвента была Парадокс бренд. Вот так она выглядит. Восстанавливающая тоже маска для волос. Вот как она выглядит. Но это по гущим. То есть она как баттер. То есть здесь это уже более жидкий вариант. То есть я бы сказала, что это прям супер-супер маска. А вот это хороший-хороший такой бальзам для волос. То есть вот так это можно охарактеризовать. То есть вот это я бы, наверное, повторять не стала. А вот это, то есть опять же, будет возможность заказывать в Британии. Я бы повторила. Плюс у меня еще от Парадокса еще какая-то другая версия. Такого, ну, то есть не маска, а там типа 5 в 1 или что-то такое. Это тоже какая-то масочка, не смывашка. Попробую. Потому что очень какой-то насыщенный состав, очень питательный. То есть и прям выглаживает. Потому что даже если у вас, как и у меня, волосы с кератином или с ботоксом или с чем-то еще, без нормальных уходовых средств волосы будут выглядеть как солома. И у меня так тоже бывает. Вот. Поэтому, собственно, обращаю внимание. То есть это полегче. Это прям такой хороший-хороший питательный уход. Ждем, в общем, изменения каких-то ситуаций. Так, для тела. Витекс показывала вам крем-суфле для рук и тела. В Москве мне его хватало. В Самаре, я думаю, я его добью. Я-то его добила. Но факт в том, что в Самаре, может быть, вода другая. И у меня жутко чесались ноги. То есть просто до крови были расчесы. И мне не хватало. И только уже вот в Петербурге, я тоже вам в видосе с покупками из Ватсонса показывала, лосьон для тела я купила с маслом какао. И меня после первого же раза отпустило. Я не знаю, почему. То есть вот на Москву мне этого достаточно. Если вы суперсухая, вам не хватит. Вот. Это просто хороший базовый увлажняющий лосьон для тела. То есть такая, как кремовая действительно суфлешка. Вот. У меня есть еще в загажнике полная размерка. То есть еще одна вот такая же. И в Москве. Сейчас тем более на лето мне это вот так вот за глаза. Но, к сожалению, почему-то в Самаре у меня это не сработало. Не знаю, почему. Вот это супер вещь. Это для сухокожиков. Это смягчающее крем-масло для рук и тела с персиком. Я думаю, понятно, чем вдохновлялись. То есть здесь прям явно видно картинка. Типа бодишоп. Что-то такое пробегало. То есть активно вдохновлялись. Очень густой. То есть это действительно баттер был. Он прям густющий. И он тоже прям круто восстанавливал. То есть если вот после бритья, после станков, ножки там, да. Вот это вот прямо оно. Супер питание. И очень мягкая душка. То есть персик. И персик нехимозный. Вот вообще нехимозный персик. Очень мягкая отдушка. Не вот раздражающая такая химозная. Супер. Единственное, не знаю я, где это вообще можно купить. Потому что мне эта машинка из Самары присылала. Не знаю. Дальше. То, что я уже показывала вам тоже в бюджетниках таких, по-моему, если я правильно помню, в фаворитах. Был там наборчик от Миксит с умывалкой. Вот скрабик закончился. Очень приятная штука. Вообще, как бы ноль претензий. И это как раз тот вариант скраба, который я могу порекомендовать, если кто-то хочет себе скраб. Ну, например, кожа чувствительная, куперозная. Вот это можно. Потому что очень мягкие частички. Не грамма травматизации. Все супер. Отдушка нейтральная. Претензий ноль. Дальше. От Фаберлика. Очищающий крем гель для интимной гигиены. Это серия Луника. Очень мягкий. Очень смягчающий. Если есть некоторые сложности, может быть, сухостью или что-то такое, понравится. То есть я люблю более что-то освежающее. Но вот это очень экономичное, кстати. То есть мне даже последние две недели, то есть поездки я добивала. Там было вот уже столько. Я думала, мне даже не хватит. В итоге я еще и думала, что привезу обратно. Но нет, добила. То есть отличное средство. Очень экономичное, бюджетное. Ну, Фаберлик, да. И, соответственно, очень-очень... Ну, тут этот эффект смягчения, он прям классный. Зубная паста Sense 1. Дорожная версия была. У меня эта версия с Украины. Это у меня мой сережка-друг, когда из Киева приезжал. Ну, стоматолог, что он мне сейчас может привезти. Да, конечно же, зубные пасты. Говорит, типа, ты часто ездишь, вот тебе, значит, малышки. Ну, вот, короче, использовала. Отличная зубная паста. Она у нас для уменьшения чувствительности зубов. И это действительно так. То есть если у вас есть с этим проблемы, то здесь, в принципе, и он, как стоматолог, да, подтверждает. И я на себе, собственно, тоже подтверждаю. Потому что у меня бывает после отбеливающих паст чувствительность повышается. А вот такая штука, она прям хорошо снимает. Ну, соответственно, Sense 1, он продается и у нас. Да, это просто у меня украинская версия. Дальше. Духи. Ну, как, это такая, типа, закос. Ну, это и называется клад. Я думаю, все поняли, да, под что закос. Но это не то, что подделка. Это в улыбке радуги. Вот у них такие штуки продаются. Очень приятные. Маленькие. Там сумку где-то кинуть. И вот в дороге тоже я добила. Отличные духи. Стойкость где-то часов, вот в пределах 4-6 часов, не больше. Еще две британские малыхи, которые просто супер. Одну вам показывала тут, значит, в фаворитах, да, весенних. Это там люкс, гиалуроновая сыворотка. Такая, типа, эффект автозагара. Супер вещь. Стоит просто... Я даже не хочу просто ругаться матом, сколько она сейчас стоит, если ее покупать там где-то там на каких-то у нас сайтах. То есть мы все-таки будем ждать какой-то стабилизации, чтобы заказывать в Британии, потому что, ну, это издевательство. Супер средство. И очень классный, очень равномерный, легкий такой оттенок загара. Дальше тоже из британского бьюти-бокса. Это у нас Суперфуд. Так. Бренд Доктор Ботаниклс, наверное. Киви. Охлаждающая сыворотка вокруг глаз. Но я использовала ее как-то и просто на все лицо, и вокруг глаз. Балдежное средство на утро. Супер. Если отекаете, это вот вам сюда. Опять же, будет возможность, посмотрите, купите, да, если можно будет заказать, потому что отличная штука, то есть от утренней вот этой отечности, да. И даже если у вас кожа сухая, понятно, что вам просто одной сыворотки это не хватит, вам нужно будет, да, там кремушком закрываться. Но именно с точки зрения утренней вот этой вот такой вот утро пчеловода, да, это вот оно. То есть мне вот эта легкая текстура, она как водичка, мне очень понравилась. То есть на утро прям просто песня. Быстро впитывается, вообще ноль претензий. Дальше, опять же, продолжаем. Британию. Элемис. Умывашка. Это у нас из серии антиэйдж. Разглаживающая, я так понимаю, супер умывашка. Мне очень понравилась. Я, кстати, думала, когда первый раз ее открыла в отпуске, я подумала, что мне она не понравится. Она достаточно кремовая. Сейчас я посмотрю, если... Да, тут даже какая-то капля. То есть вот она белая, в принципе, не видно будет. А у меня тут, наверное, ничего не осталось. То есть она вот как вот какой-то такой, как лосьон, что ли, кремовый. То есть она так круто умывает. После нее такое классное очищение, без пересушивания. И какое-то лицо такое вот классное. То есть уход даже наносить не хочется после этого. Опять же, то есть Элемис ценник конский, поэтому... Ладно. И, значит, тоже от Элемис из этой же серии антивозрастной. Это у нас Procollagen только ночной крем. Отличный крем. Супер уход. Мне даже чутка было перебор для моей нормальной кожи. Для сухой кожи это будет песня. Это прям вот... Даже без вариантов. Это реально очень-очень круто. Классный дорогой уход. У меня еще есть баночка практически полноразмерная. Тоже из адвента. Из какого-то 30-миллилитрового. Я тоже буду пользоваться с большим удовольствием. Потому что реально рабочая, рабочая, рабочая. Дальше. Glam Glow. Это у нас стандартный, который Gravity Firming Treatment. Ну, то есть вот фиолетовая упаковка. А внутри серебряная, которая масочка. Ну, то есть классическая маска Glam Glow. Да, то есть кто пробовал, тот знает. Хорошая такая, как бы, да, собиралка лица. Убирает отечность. То есть все стандартно. Ну, то есть я это вот уже какой-то очередной у меня вот пробник типа миниатюрка добила. Ну, то есть просто перед макияжем лицо собрать в кучу. То есть на совсем сухую чувствительную кожу, наверное, все-таки нет. А на нормальную, тем более жирную кожу, как говорится, welcome. Дальше. Chubby Stick. Это у нас Clinique. Хайлайтер. У меня два таких было. Тут, ну, все, вот он уже совсем в ноль. Сейчас я попробую. Вот, вот, вот так, наверное. То есть вот такой кремовый, соответственно. Ну, достаточно деликатный. Если растушевать, вообще деликатный. То есть его я, поскольку, да, я тонным не пользуюсь, под пудру. То есть на скулы, да, сюда, там, на выступающей части. Конечно, для жирной кожи это не вариант. Но мне как бы нормально заходило. Это вот у меня две штуки таких было. Я даже не помню, откуда они у меня такие были. Я не помню, чтобы я их покупала. Ну, в общем, как есть. То есть это хорошо было, пока было. Но, как бы, чтобы там повторять, нет. Почему у меня их было два, я не знаю. Дальше. Тенюшка закончилась. Тоже, ну, практически в ноль. Это у нас Stellar. Оттенок 02. То есть вот у меня тут по стеночкам чуть-чуть осталось. Очень сильно подсохло. И стало очень сильно жамкать веко при нанесении. И прям, то есть стало тяжело даже прям их наносить. Тяжело они тушуются. То есть как-то комкуются. Не очень. Ну, вот, собственно, да. То есть цвет красивый. Цвет отличный вообще. Ноль претензий. Вот. Ну, просто уже хватит им быть, собственно говоря. У меня, причем, есть вторые такие же, которые непосредственно в один день я их открывала. То есть это мне две штучки Машунька из Самары присылала как-то в посылке. То есть вот тон 02 и у меня вот тон 04. То есть тут уже такой розовенький вариант. При том, что здесь у меня их больше. И они как-то, ну, не так. То есть они прям мягкие. Они хорошо тушуются. У меня как раз они сегодня на глазах. То есть они прям, вот, никаких комков, ничего. То есть, соответственно, поэтому с этими я пока работаю. Да. Но вот с этими, с 02 оттеночком придется прощаться. Все. Практически закончили. У нас Живанши. Бальзамчик, который их черный. Этот Руш Интердит. Вот он действительно такой. Вот. Но при нанесении он такой как бы ягодно. Сейчас я попробую что-то. То есть он затемняет губы, конечно. То есть очень интересный эффект получается. Вот. Но я бы, наверное, выбрала просто, который их классический в розовом, да, нежно-розовом формате бальзам. Но кто любит немножко такой вот холодной, затемненной губки, вам понравится. И последняя. Это малышка от Ленеш. Лип Слиппинг Маск. Очень приятная. Очень, ну, все, я ее в ноль как бы израсходовала. На ночь, кто грызун, как я, кто грызет губы, это прямо вот вам сюда. Отличная маска для губ. Вообще супер. Все. Вот такие у нас классные пустые баночки в мае месяце. Благо снова плохих будет мало. В следующем видео посмотрите. Всего пять штук. Все. Заканчиваю болтать. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...